В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Впервые в Караганде проходит чемпионат Ази по велоспорту. Аким области Баужан Абдишев принял главу митрополитчего округа Русской Православной Церкви в Казахстане, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Жители соцгорода Тимиртау просят о помощи. В Тимиртау жители соцгорода просят о помощи, но никто их не слышит уже третий год. Дороги и водопровод – главные проблемы местных. Что делать и к кому обращаться? Почему люди сами и за свои деньги должны каждый год ремонтировать дороги? Дороги – одна из главных проблем не только Тимиртау. О дорогах в частном секторе люди давно забыли. Не дождавшись помощи от Экима, жители своими силами каждый год их пытаются ремонтировать. Но простая засыпка ям ни к чему не приводит. Попытка же жителей достучаться до властей тоже не оказалась успешной. Положить асфальт местные даже не просят. Они просто хотят, чтобы дорогу заровняли. Здесь болото натуральное. Это вы просто вот после дождичка вчера был маленький. Видите, вода никуда не ушла. Она как стояла, так стоит. Мы же не говорим, что асфальт там ложьте. Ну хоть что-то надо сделать. Я тоже буквально в этом году заехал в этот дом, но я был в шоке, когда я вскрываю пол, у меня под полом, под самый пол у меня стоит вода весной. Люди еще до сих пор не копали. Не копали огороды, не сажали картошку. Это куда? Это ненормально, я считаю. Куда ни глянь, везде ямы, неровности. Весной, осенью, да и просто после небольшого дождя сухим пройти по дороге невозможно. Люди боятся выезжать из домов, потому что если заехать в яму, одному оттуда не выбраться. А диспетчеры такси, когда слышат название улиц Толиобаева и 8 марта, говорят, что нет машин. Помимо дорог еще одна большая проблема соцгорода – водопровод. Люди переехали сюда, чтобы держать хозяйство, но они даже не могут ничего посадить, потому что урожай смывает застрявшаяся вода. Я в прошлом году заселилась, были полные колодцы воды, водопроводы холодной воды. Полные. Дорога ушатанная, она нет. Потому что вот как рыли, это все оставили, вот так машины раскатали, все. Теперь как мы на веселых горках. Вызывали Нижний Бьев неоднократно, говорили, ребята, выкачивайте воду, вода идет в дом. Приедут, выкачают и на этом все. Выкачивают прямо на улицу. Они не увозят эту воду, они выкачивают прямо на улицу. Уже не в первый раз за свои деньги жители заказывают материал на временный ремонт дороги. Но толку нет, даже камни уходят под землю. Одним не справятся, им нужна помощь. Мы живем здесь с 1986 года, у нас никогда в жизни такого болота не было. В огород невозможно зайти, ходим по досточкам. Колодец выше земли, наверное, на метр точно. Стены в домах сырые от фундамента. Ничего невозможно ни посадить, ни вскопать невозможно. Нужно что-то делать с водой. Это вот появилось, вот когда нам провели вот этот водовод. По словам заместителя Акима города Тимиртау, Ясмурзаева-Алтенбека, хорошие дороги сделают после того, как проведут воду во все дома. А это случится только после окончания ремонта водопроводной сети. Вот тогда-то и появится асфальтированная дорога. Лариса Хусеинова, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Житель города Караганды Владимир превратил свою квартиру в мусорный полигон. От бесконечного хлама и от неприятного запаха устали жители дома. Они не раз обращались в КСК, к участковому и в санэпидстанцию. Все безрезультатно. 50-летний Владимир живет среди гор всякого хлама и мусора, который он постоянно приносит домой. Сам себя считает нищим, несет в дом все, что находит на свалках и помойках, а также то, что отдают ему сердобольные граждане. Он никогда ничего не выбрасывает. Его дом до самого потолка завален коробками, старой одеждой, обувью, пустыми консервными банками, бутылками и пакетами, старыми газетами, журналами. Причем каждому приобретению он находит вполне логичное объяснение – пригодится, прозапас, почти новое. А страдают от этого соседи. В какой церкви, кто придет, поможет, зачем поможет, когда здесь есть соседи. И то, что баклажки с мочой у него стоят, начиная от входа. Это человек больной, психически больной. Здесь дети. Его надо изолировать. У него не работает ни холодильник, ни телефон. Потому что мастера пригласить нельзя. Тот попросту не пройдет. Хозяин квартиры уже много лет назад перестал следить не только за чистотой своего жилища, но и за собственным внешним видом. Месяцами не моется, не стирает одежду и зачастую перестает выбрасывать из дома даже объедки. КСК, санэпидстанция, участковые на звонки жителей данного дома не реагируют, а мусор продолжает скапливаться. Соседи обращаются постоянно. Все время. И санэпидстанцию. Те приходят, руками разводят. Они не имеют права без санкции заходить. Участковые тоже не имеют права. Санкцию никто не выписывает. Короче, всем все равно. С возрастом эта страсть к мусору у одних проходит, у других же перерастает в серьезные увлечения и даже заболевания. Где-то грань, за которой безобидное, вполне естественное желание чем-то обладать, переходит в болезнь, до сих пор неясно. А по свидетельству врачей, как минимум половина больных этим недугом вполне адекватна. И принудительная медицинская помощь им не требуется. Ведь подобное поведение до сих пор расценивается как стиль жизни. Вот только от подобного стиля почему-то приходится страдать другим. Жизер Абдраимова, Габидзен Крушпех, Бахтер Роспанов, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев провел аппаратное совещание, на котором рассматривали вопрос развития туризма в Карагандинской области. Также правила разработки территориальных правил застройки региона. Аким области Бауржан Абдишев выслушал отчеты первых руководителей. Карагандинская область обладает большим потенциалом и перспективами для развития активного, спортивного, культурно-познавательного и исторического туризма. Основными регионами, где наблюдается рост туризма, является город Караганда, Каркаролинский, Улутауский, Актогайский районы, а также побережье озера Балхаш. В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в этих регионах области реализуется ряд проектов. К примеру, в Караганде оказана помощь по строительству гостиничного комплекса «Метелица» и «Аксамал». Одновременно в области принимаются меры по развитию туристической и транспортной инфраструктуры, повышению уровня сервиса в местах отдыха туристов. В сфере туризма работает 2634 человек. По видам туризма превалирует внутренний туризм. Его доля составляет 92,6% и постоянно растет. В свою очередь, доля въездного туризма крайне малая, составляет всего 7,4%. При этом, несмотря на ежегодный рост объема показанных услуг, без того размещения, средняя заполняемость данных объектов в области равна 12,2%. Одним из излюбленных горожанами регионов отдыха – Каркаролинский район. На территории национального парка в 2015 году планируется создание ряда объектов туризма, в их числе дополнительные зоны и дома отдыха. Мы проводим необходимую работу для удобного и безопасного отдыха людей. Раньше было 5 туристических маршрутов, в этом году 7. В 2013 году 5000 человек активно отдохнули в Каркаролинском оазисе. Мы продолжаем работать в этом направлении. В связи с тем, что в текущем году завершается реализация республиканской программы по развитию перспективных направлений туристской индустрии на 2010-2014 годы, Управлением предпринимательства области формируется предложение в разрабатываемой Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан план мероприятий по развитию туризма до 2020 года. Второй вопрос, который обсудили на аппаратном совещании – это правила разработки территориальных правил застройки региона. Они разрабатываются на основе комплексных схем градостроительного планирования территорий, генеральных планов населенных пунктов. Управлением архитектуры и градостроительства был подготовлен проект решения областного маслехата об утверждении территориальных правил застройки области. В данное время он проходит экспертизу в Казахстанской ассоциации предпринимателей, Палате предпринимателей и Ассоциации предпринимателей Карагандинской области. После получения положительных заключений правила будут представлены в областной маслехат для утверждения. В завершении рабочей встречи Акимобласти Бауржан Абдюшев дал конкретные поручения взять на контроль, обсужденные вопросы. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Акимобласти Бауржан Абдюшев принял главу Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. На карагандинскую землю прибыли служители Бога с почётной миссией, как сопровождение драгоценного ковчега пояса Пресвятой Богородицы. Наиболее значимые из христианских святынь. Открывая встречу Акимобласти, Бауржан Абдюшев поблагодарил их за визит. Православные ведущие не остались в стороне от беды, постигшие жители села Кокпектэ, и одними из первых оказали им благотворительную помощь, включая одежду, продукты питания, а также денежные средства. В той беде, которая постигла наш регион, в посёлке Кокпектэ, где мы потеряли наших пятерых сограждан, наших соотечественников, и действительно церковь, она не осталась в стороне, она одним из первых оказала ту помощь людям. Православная Церковь Казахстана вносит большой вклад в развитие диалога между государством и религиозными объединениями. Вместе с представителями других конфессий православное духовенство приумножают богатство региона, укрепляя духовность и веротерпимость в обществе. И особенно перед поясом молятся люди, лишённые радости отцовства и материнства. И очень многие, если с глубокой искренней верой просят Матерь Божию через пояс, обретают просимое, находят, обретают радость материнства и отцовства. Казахстанский митрополит в память о встрече вручил Акимову области символический сувенир. В ответ и Баужан Абдишев подарил статуэтку. Жезер Абдраимова, Ожас Гопазов, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трёхкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60 серии. Это система четырёхкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, морёный дуб, тёмно-коричневый, орех и серый. Но и это ещё не всё. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надёжный, прочный. Сегодня стартовал чемпионат Азии по велоспорту. Столь масштабное событие на карагандинской земле проходит впервые. На соревнования собрались сильнейшие спортсмены из разных стран. На торжественном открытии присутствовал Акимобласти Бауржан Абдишев. Данный чемпионат приурочили к столетию казахстанского велоспорта. Проведение соревнований в городе Караганде, трудовой и политической родине президента. Нурсултана Назарбаева – большая гордость для всей страны. На грандиозные события собрались велогонщики с 20 стран мира. Многие из спортсменов – участники прошлогодних соревнований по данному виду спорта. Участников чемпионата Азии поздравил Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев. Благодаря его мудрой политике и постоянной поддержке спорта мы сегодня имеем возможность проводить подобные соревнования. Желаю всем спортсменам хороших побед. Убежден, что этот чемпионат зажгет новые имена будущих олимпийских звезд. Пусть победит сильнейший. В такой ответственный момент поддержка тренеров очень важна. Общеизвестно, что казахстанские тренеры воспитали немало спортсменов, которые показывают высокие результаты на международном уровне. Один из наставников Олег Тусумханов говорит, что верит в победу участников из нашей страны. Караганда всю жизнь была кузницей подготовки членов сборной команды Советского Союза по велосипедному спорту. Особенно город Сарань. Детская спортивная школа в городе Сарань была лучшая в Советском Союзе, хотя она была комплексная, в которой были плавание, футбол и велосипедный спорт. Да, у нас проходил Кубок мира на велотреке, но чтобы на шоссе и на треке проходил чемпионат Азии, это впервые в истории казахского велосипедного спорта. Это прекрасное событие. Велосипедисты приехали на чемпионат с высокой подготовкой. Все они достойные спортсмены в своих странах. Один из них Григорий Штивен. Для него самая главная цель – получить золотую медаль. Чемпионат Азии проводится в Казахстане. Но это хорошо, потому что родная земля-то все-таки. В прошлом году тоже ехал чемпионат Азии. Тоже хорошо мы в прошлом году выступили. Первое место два мы взяли и одно второе получается. Вот в этом году планируем так же. Может даже лучше выступить. Нужно только золото. В этот день сотни болельщиков будут поддерживать своих фаворитов. Надеемся, что все участники выступят на должном уровне и покажут высокие результаты. Желаем всем удачи. Бульнур Жакен, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Информация об изменениях движения пассажирского транспорта в связи с проведением чемпионата Азии по велосипедному спорту с 27 мая по 1 июня текущего года в юго-восточной части города будет ограничено движение автомобильного транспорта в соответствии с графиком. 29 мая с 7 до 13.30, 30 мая с 7 до 18.30, 31 мая с 7 до 19.00, 1 июня с 9 до 17.00. Движение пассажирского транспорта во время проведения соревнований будет осуществляться по следующим улицам. Маршрут номер 12 по проспекту Строителей, проспект Шахтеров и далее по схеме движения. Маршрут номер 011 по улице Муканово, проспект Строителей, проспект Шахтеров, улица Университетская, проспект Бухар-Жирау, улица Волочаевская, улица Кувская и далее по схеме движения. Маршрут номер 7 ТБЦ Аян, автостанция Юго-Восток, улица Букетова, проспект Шахтеров, автостанция Юго-Восток, улица Муканово, проспект Строителей, проспект Шахтеров, улица Университетская и далее по схеме движения. Маршрут номер 29. Маршрут номер 33 и 45 по улице Университетская, проспект Шахтеров, улица Муканова, далее по схеме движения. Маршрут номер 5, 19, 41, 53, 43, 40. Разворот на кольце микрорайона «Орбита», улица Волочаевская, улица Университетская, проспект Шахтеров и далее по схеме движения. Маршрут номер 56 по улице Волочаевская, улица Университетская, проспект Шахтеров и далее по схеме движения. Маршрут номер 46 по улице Муканова, проспект Строителей, проспект Шахтеров, улица Университетская, улица Волочаевская, улица Кувская, улица Гудермейская, далее по схеме движения. Маршрут номер 01 по улице Университетская, проспект Шахтеров, далее по схеме движения. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин